138 килограммов и это звучит очень и очень солидно. Красивая цифра. 100 килограммов рот на таком вес Павла Шульского. 38 килограммов именно такое значение разделяет Павла Шульского и Даниила Т-34. Завтра они подерутся по правилам бокса. Всем привет, меня зовут Ярослав Степанов и в этом видео мы поговорим с Павлом о том, как он перескочил с боя против профбоксера на бой против Ильбаева. Узнаем, остался ли у Шульского осадок после истории с нашим делом и Исламом Каримовым, а также примерно прикинем, когда состоится второй бой Павла с Гаджи Автоматом. Будет интересно. Ничего страшного, это опыт. Я имею в виду, да, вот редко в дебюте в профессиональном боксе дают именно таких соперников, такого уровня. И вот сейчас ты дерешься с Даниилом Т-34. Есть такое ощущение, что, ну, немножко это может быть шаг назад по сравнению с тем, какая у тебя позиция была. Воспринимаешь ли ты таким образом? Ну, честно говоря, Т-34 очень известный боец. Мне с ним интересно провести бой. Если сравнить его боксерский рекорд, то да, конечно, он чуть... Это он не боксер. Но мне в плане медийности и этот бой очень-очень интересен. Тем более, видишь, у меня такой тернистый путь, касаемо даже дебюта на голых кулаках, дебюта на профессиональном боксе. Мне никогда не было такого, что мне все давалось легко. Поэтому чем тяжелее соперник, тем слаще победа. Плюс Ильбаев, он весит 140 килограмм. Я всего лишь 100 килограмм, это на 40 килограмм больше. Это очень-очень большая разница. А когда ты последний раз дрался с соперником, который настолько тяжелее был тебе? Это был впервые у меня. Впервые? Впервые, да. Последний соперник у меня был на три стороне меня тяжелее. Это был Слам Каримов. Ну, вот. Ну, как бы так. Вот у вас регламент сейчас боя три раунда по две минуты. И это примерно в два с половиной меньше, чем был регламент боя с Коллинз Моял. И значит ли это, что, знаешь, бой получится супер динамичным, ну, учитывая сжатость такую? И тебе может быть более привычно, учитывая формат голых кулаков? Мне более привычно работать четыре раунда по три минуты, нежели три по две. У тебя определенный план на бой уже намного быстрее, потому что ты больше отдыхаешь, нежели боксируешь. Получается, на две минуты ты работаешь, минуты отдыхаешь, а на три минуты боксируешь, минуты отдыхаешь. Но вот в этом отношении нужно будет показать свою скорость. Ты не будешь даже успевать устать. Я бы так сказал. В моем отношении, конечно, это немножко хуже. В отношении соперника это легче. Вот смотрел ли ты бой Даниала с Вячеславом Дациком? И какие выводы для себя, может быть? Ну, что извлек из этого боя для себя? Ну, Даниал идет всегда вперед. Он рубится, открыто рубится. Стандартные у него комбинации. Но вот я постараюсь просто переиграть его. Показать классический бокс. В последнее время твоя фамилия очень много мелькала как раз рядом с нашим делом. И в итоге все пришло к тому, что на пресс-конференции было вынесено решение. Ну, то есть устно, я так понимаю, признали организаторы, что ты победил, но как бы формально не изменилось решение. Устроил ли себя такой исход? То есть удовлетворен ли ты тем, как закончилась эта история? Мы делаем зрелище для людей. Люди посмотрели, люди поняли, кто для них выиграл. Ну, касаемо нашего дела. От нашего дела я получил бонус за победу. Поэтому к нашему делу никаких претензий не имею. Касаемо Ислама, я хочу провести с ним бой. Веду его последних слов на конференции. Вот. Это у меня уже такой принципиальный момент. Где будет бой, буду ждать предложения. Вот Рыбист в интервью рассказывал, что у него есть претензии к нашему делу, потому что они вели переговоры за спиной ТОП-ДОГа. Понял ли ты эту претензию? То есть нужно ли тебе было что-то согласовывать с организацией или что-то в этом? Я дерусь в организации ТОП-ДОГ и начинал драться о них. То напротив, чтобы сейчас я выполнял бои на нашем деле. Поэтому эти моменты между ними пока они не решат, я драться не буду. А то есть ты сейчас на нашем деле действительно выступать не планируешь, да, в ближайшем? Пока ТОП-ДОГ с нашим делом не решат свои междоусобицы, я там драться не буду. Обсуждал ли ты, может быть, вероятность, чтобы, например, Ислама Каримова подписали в ТОП-ДОГ вот на формат, допустим, как в накладках дерутся, да, типа как ТОП-ДОГ-Проспект формат? Может быть, это было бы интересно? Ну, конечно, мы это и предлагаем. ТОП-ДОГ предлагает Исламу подраться у нас. В моменты сети обговорится наше дело, как я понял, Ислама не отпустят. А Ислам на контракте с нашим делом, да? Ну, конечно, но можно было бы сделать, как и я. Я также на контракте у ТОП-ДОГа, но я подрался с нашим делом. Можно бы сделать ответный призыв и подраться у нас в ТОП-ДОГе. Но так как организации между собой не договорятся, поэтому будем ждать бой на другой площадке. Ты, получается, в ТОП-ДОГе не дрался с сентября, простой вот именно на голых кулаках уже дошел до полугода. Будешь ли ты там драться, учитывая, что ты главный претендент на Персень? Конечно, у меня будет бой в ТОП-ДОГе за Персень, как ты и сказал. И также планирую бои на проспекте. Но это проспект будет в накладках. А самое то, что у меня не был простой, я, честно говоря, не беру этого внимания, так у меня бои по боксу проходят. Это здесь все одно и то же самое. Вот. И плюс бои на голых кулаках очень травмоопасны. После боя на голых кулаках минимум месяц болят руки, невозможно тренироваться. Плюс можно поломать руки. Поэтому я сильно не спешу быстрее проводить бои на ТОП-ДОГ на голых кулаках. На проспекте буду драться. Вот. Плюс ожидается бой, скорее всего, у нас реванш с автоматом Гаджи. Ну вот, Махач, ТОП-ДОГ. И будет круто. А это когда может произойти? Я надеюсь, это будет в 2022 году. Когда это будет? Летом, осенью, весною. Не знаю. Получается, 19 февраля Гаджи дерется в Махаче второй раз. То есть у него три боя по контракту всего. Он дерется второй бой. Значит, не раньше, условно, лета, да, начала? Да, согласен. Не раньше лета. Может быть, осенью. Но я хочу этот бой. Я всегда его хотел. Будем ждать информации от Махача. А ты видел бой Гаджи дебютный на Махаче с Андреем Овчиной? Да, посмотрел бой. Хорошо, достойно. Все классно, молодцы. Подрались, сделали зрелище. Ну, в принципе, как и везде. Бьют, падают. Кто-то стоит, кто-то нет. Сейчас топ-дог, ну, очевидно, к персню еще ведет Евгения Ганина. Насколько вообще у вас бой реален? Потому что складывается впечатление, что у вас, ну, приятельские отношения есть. И такой тяжелый для организации поединок. У нас дружеские отношения с Женей. И, честно говоря, не знаю, будет ли у нас с ним бой за персень. Мне неинтересно драться с людьми, к которым я, к которым я, к которым я отношусь. И к которым у меня дружеские отношения. Ну, как-то нет, знаешь, какой-то агрессии. Нет желания нанести травму. Да, можно выйти, поработать пятнашки. Ну, не сделать зрелище, ну, провести бой. Как нас обязывают, ну, вот, регламент или правила. Ну, посмотрим. Жене нужно еще дойти до того, что до финала, как говорится. Ну, вот, о финале уже будем думать. Это очень сложный будет момент. Вот, и я пока ничего не могу сказать. Принципиально для тебя до конца года оказаться с человеком, у которого будет персень на руке? То есть, как такое, знаешь, цель ощутимая? Ну, я же говорил уже про свою цель. У меня никогда не было цели завоевать персень, стать, там, самым лучшим бойцом. Нет, у меня цель показывать пример людям, что нужно выходить, работать, тренироваться. И это идет на пользу вам, как, ну, в сфере здоровья, даже так сказать. Вот, и личного развития. И цель у меня, что такое доказывать? Ну, только вот цель была Гаджи. Вот, Гаджи мы будем следовать. А перстень, там, чемпионство, это вторая сторона. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok